Спасибо всем, что пришло. Сегодня пойдет речь про анализ регуляции мышек луколёд с помощью современных методов склинирования. Я что-то расскажу про эксперимент, что-то расскажу про анализ, ну и, в принципе, это убедение и обзор, которые тоже в слайдах есть, если вам к органам не за чем-то сравнивать с данным, такому типу вы можете использовать метод, как метод и референс, смотреть, выходить по слухам, читать автографы, чтобы я буду упоминать какое-то более полное мнение про тематические составы. Все упоминаем. А где картинка? А где картинка? А почему картинки? Сейчас я собираю время, что ли? Ну, я собираю, пока. Значит, зачем вообще нужно изучать ДНК белковое взаимодействие? Это мещередный вопрос. Казалось бы, и многие вещи решаются просто с ДНК белковым. Почему нам интересно взаимодействие на каждой кай? Первый вопрос, который хочется сегодня немножко рассказать. Второй вопрос с сферой связан, а именно, насколько далеко и насколько глубоко мы можем долезть с помощью высокопереболитных методов. Мы говорим, что мы изучаем ДНК белковое взаимодействие. Насколько точно, насколько полную информацию мы можем вообще сегодня получить в том, что называется, следует взаимодействовать методов. Насколько действительно можно доверять те данным, которые вы найдете в литературе, которые у вас собственные. Ну, собственно, что делать с данными, если у вас все-таки есть? Как из них достать какую-то полезную информацию? И, наконец, скажем, репутативный момент. Какие мотивы на биологических последовательности имеют они совершенно необходимые описки? Более подробный обзор я сейчас дам. А эта цитата дословная. Я вошел две статьи, которые у нас встречаются. А вы, конечно, можете найти еще и не одну. О том, что регуляция транскритива и привод – что-то сложная. Значит, в каком смысле она сложная, я немножко про это сейчас расскажу. Значит, первых, регуляция, как вы уже должны знать, бывает на сильно разных культов. Она бывает геномная, интегеномная. Что-то происходит, контроль за экспрессией генов, какой-то происходит на уровне генома, какой-то на уровне генома. Ну, конечно, еще есть микро-НК, регуляция сплайсинга, регуляция трансляции. Но нас будут интересоваться, в первую очередь, венка белкового взаимодействия. А именно венки, которые управляют посадкой инициаторного комплекса и в дальнейшем, помогают или не помогают транскритива цикенов. Мы поговорим про технологию чипсерха. Это такая центральная тема сегодняшней беседы. Про ее мокрую и сухую часть позиционных называют лапу драйва, не только для чипсерха. У нас, конечно, будет больше интересоваться драйва, контрольная комплекторная. Но мокрую часть тоже полезно знать, по крайней мере, в общих чертах, чего социклению происходит. Основной объект, который из чипсерха получается, это пик. Я про это слово еще сегодня много раз скажу. Просто пока запомните, что есть такое слово чипсерпик. Это некий центральный объект. Ну и, собственно, то, что я обещал, это разрешение особенностей систематических ошибок метода. Ну и что делать с результатами? Это наша очень любимая, ей тогда вообще понравится, скорее, программистам и тематикам в информатике, поиск формативов, поиск характерных шаблонов в последовательности. И тоже расскажу, какое отношение это имеет к биологии. Сколько у нас времени? Ну так. Утрачься. 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 Значит, про уровни регуляции работы генов. Это там знакомая многим из вас картинка про то, как вообще ДНК уложено в клетки, что там есть много уровней укладки. И нас интересует среди всего этого разнообразие. Вот этот маленький кусочек, а именно уже размоканная ДНК, на которой происходит транскрипция. В первую очередь, у нас будет интересовать транскрипция биологодирующей первой и второй полимеразы. Но многие механизмы, они для теоретика одиннеразы тоже работают. Значит, вот в связи с его разнообразием, с биогеном, с биогеномами, у нас в первую очередь будет интересовать фактор транскрипции. Почему и вообще что это такое? Я думаю, что уже частично про это в курсе. Это классическая картинка из Микипедии о такой петлевой модели регуляции транскрипции у биогрива. Значит, о чём идёт речь? У вас есть какой-то участок генома, здесь начинается котирующая часть гена, и есть некая область параметра, которая, в отличие от бактерий, гораздо хуже определена. Какой на длину и колонаразмер на самом деле мало кто знает, но там максимальная параметра ближайшие – это какие-то сотни гуглиотидов области транскрипции. С этой областью связываются другие алистинные шарики, мы показываем факторы транскрипции, регуляторные факторы, которые неким неедлым, иногда известно, а чаще неедлительным образом, помогают или мешают сборке мажмерии, которая сажает рентаблимиразу и дальше осуществляет транскрипцию конкретного гена. Собственно, что нам интересно? Нам интересно, где находятся места посадки факторов транскрипции, нам интересны какие-то факторы транскрипции, нам интересны удалённые области, которые исходно назывались энканцерами, потом будет придумать слово «сайленсер», энканцер, который реализирует экспрессию, соответственно, реномит экспрессию гена. А сейчас уже слово «цисрегуляторный модуль» ещё было придумано, чтобы объединить энканцер с энканцерами, и снова всё называется энканцером, и он является энканцером. То есть просто удалённый регион, который влияет на транскрипцию гена, сейчас переназывать энканцерами, насколько удалённо тоже никто не знает. Иногда это сотни предпринимателей под максимальным промоутом, миллион тысячи, есть примерно десятки тысяч. И это одна из проблем, потому что мы на самом деле не знаем, для каждого конкретного гена, где находятся регуляторные районы, и мы не очень знаем масштабы, как далеко сведуты стать. Ещё одна классическая картинка из зазоров с 2004 года. Но она мало отличается от предыдущей, кроме того, что здесь разные белки, показаны разные генетические форты. Собственно, что нам интересно на этой картинке, нам как по информации? Нам интересны мотивы, нам интересны участки, конкретные участки на ДНК, которые связаны с регуляторными луками. Ещё нам интересны целевые гены. Нам интересны, какие именно гены находятся в районе участков связывания факторов транскрипции. Скорее всего, эти гены этими луками, этими факторами транскриптируют. Нам интересна комбинаторная регуляция. Мы хотели понимать, какие комбинации, какие группы факторов транскриптируют, и включают конкретные гены. Ну и дальше можно двигаться к регуляторным сетям, пытаться использовать биопилхолое взаимодействие и построить некую обобщенную картину, как в конкретной ткани, в конкретный момент времени включается гена на уровне транскриптируют. Почему вообще эта наука имеет право на жизнь? Почему она такая интересная? Ну, вы должны уже знать, что, скажем, у человека по разным оценкам что называть генную татья? Это вопрос. Ну, есть десятки тысяч генов. 25, скажем, 50. Среди этих генов, разумеется, закодированы факторы транскриптируют. При этом в организме есть, ну, как и считать, тоже сложный вопрос, десятки, сотни тысяч различных клеток, различных тканей, которые отвечают, ну, примерно настолько же, насколько отвечают в разные виды. И по мифологии, и по функции, и по экспрессии генов помножится на нейронные похожие. Но, опять-таки, поскольку вы уже скриптомику слушали, вы примерно понимаете масштабы. Вопрос, как, каким образом осуществляется такая разная регуляция включения-выключения генов. А гены, в общем, одни и те же геномы, за исключением половых клеток. Специальный геном примерно один и тот же во всех клетках органили. Как же это работает? Работает только через кабинаторную регуляцию, потому что вы не можете каждому гену присоблачить свой фактор в транскрипте, который вы регулировали. Еще и включал-выключал в разных условиях. У вас просто не хватит места генов, чтобы обзавестись таким числом регуляторов. Поэтому есть даже для дрозофила отдельные оценки. Сколько дрозофилов у них в факторах транскрипции, чтобы регулировать. Все множество генов для дрозофила есть. Очевидно, что это число, если вы допускаете кабинаторную регуляцию, гораздо меньше. И знание о том, где эти факторы в транскрипте связываются с ДНК, это такая ключевая вещь, чтобы понять, а действительно ли они любили вот эти точки. Собственно, это все будет абстрактный пример, а это картинка из свежего обзора 2014 года о том, как в разных тканях эмбриональные клетки, значит, половые клетки, антипоциты, нейроны, как происходит активация транскрипции конкретных. Это не вообще гены, а вполне конкретные гены. Но если не нужно посмотреть, то, в общем, тетревая модель, она действительно, на месте ничего встречается. Но самое ужасное, что здесь, во-первых, все комплексы разные, а во-вторых, вы, может быть, тоже слышали, татап-локс, татап-локс, татап-ромотор, такой классический объект был. Остается в некотором смысле молекулярной биологии. Проблема с психологическими, и вообще с самолекопитающими промоторами в том, что по современным данным, я здесь цитирую, кстати, в 2006 года, и, по всей видимости, новая работа – это не так. У человека татап-ромоторов процентов 30. Ну, как считать, опять, но, кажется, все остальные работают. Все остальные ВГЦ промоторны, но все примеры, которые вот здесь показаны, они все включают в себя датапокс, как такой вот центральный элемент, но за исключением, в данном случае, это нет вопросов. К чему это рассказывают? Таких комплексов, конечно, построено много, но мало какие из них полные, и мало какие из них построены для заметного числа генов, поэтому, попытка понять все-таки, какие белки регулируют хобби генов, надо быть до сих пор открытой, и мы пытаемся ее так и очень решать. Значит, почему еще интересная регуляция трансляции? Две цитаты, тоже очень с первой статьи, 13-го и 14-го года, экспериментально, прямыми, довольно простыми экспериментами с гангской акцией, когда чужой промотор и чужой регион не транслирован 5.4, и чужая матрица, значит, с разных генов нарезаются, секерируются, и проводится проверка о локализации такой химеры в онклетке, о локализации, эффективности ее трансляции, о ее стабильности, и, опять, не буду зачитывать цитаты, а просто поясню. Как выясняется, транскрипция, промоторная область, влияет и на стабильность МРВК, и на ее трансляцию. Это вообще контраинтуитивная вещь, про это там в учебниках еще, наверное, не пишут, довольно свежие работы, а это довольно забавно. Я всегда поместил на YouTube про термос, вы вливаете термос холодную, вливаете на холодную, вливаете горячую, вливаете на основу горячую, а теперь он знает. Вот откуда он знает валебла, которая транскрипировалась в ядре, экспортировалась из ядра в цитоплазму, откуда она знает, с какого промотора она будет транскрипировать. Можно придумать разные гипотезы в каких-то белках, которые она с собой тащит, но механизм пока не звучит. Это вот там очень горячая новая тема, которую, в общем, хочется рассказать. Ну и, наконец, мы говорим, что белковое взаимодействие это пример того, как оно выглядит в виде структуры, и это не наш путь. Почему? Ну, потому что это дорого и метро. Я, конечно, плохо знаю на память, но я думаю, что тысячи структур сейчас есть белков, то есть безонных вместе с участками белка, которые они распространяют. Но проблема в том, что в такие структуры не репрезентативны, есть не все классы белков покрытые, разумеется, не все возможные олигонуклеотины, которые могут этими белками быть связаны. И это путь для массовых исследований тупиковый. Мы не можем себе позволить закрестеризовать еще десять тысяч структур для одного белка со всеми возможными с этим связанными. Поэтому наш путь, он такой более грубый, он менее физический, даже менее биологический это попытка, используя знания о последовательности, которые узнаваются конкретно другом, построить некую модель не трехмерного процесса, который распознается ДНК, а упрощенную модель последовательности как некого шаблона, некого представления чисто нечислительного. Это может классификатор, не может не сеть, очень простая модель радиовыравнивания, построить модель последовательности, которую узнает ДНК. И дальше использовать эту модель для предсказания сайтов связанными, для предсказания комбинаторной регуляции и вообще для внимания, какой ген какому регулятору соответствует. Еще несколько примеров, почему это интересно, почему нам хочется не просто узнать мишень факторов простриции, гены, которые регулируются, она хочет узнать детально последовательность и конкретное точное место, связанное ДНК. Причина этого несколько. такой типичный пример, про который я уже говорил, это комбинаторная регуляция, когда правильно расположены два сайта связанных для субъедений белка или для двух разных белков, могут принципиально менять функциональную роль в зависимости от того, где они находятся. то есть, вы их чуть-чуть растащили в последовательности и сайта ставления функциональными. Это первая история. Вторая история про то, что на самом деле связывание белка определяется не только как это место связывание, но и ближайшим деграмным контекстом, который, видимо, задает некие физические свойства молекулы, и тоже одно и то же место может себя по-разному вести, одно и то же слово в последовательности, может по-разному связывать белок в зависимости от локального контекста, поэтому нам, конечно, хочется узнать конкретные регионы геномы, конкретные места в последовательности, которые могут связаться. Но еще все это имеет отношение к укладке гублиосомок, которая тоже может зависеть от таких малых изменений в последовательности. Значит, догеномные метки. В каком смысле догеномные? Эксперименты такие делаются сейчас, но расцвет в этой науке он пришелся на 90-е годы, начало 2000-е, когда просто высокоприводительные кабели недоступны, и придумывались разные реакции на тему того, как узнать, вот у меня есть у меня есть набор олегиногреатив, которые потенциально распознаются белком, как меня из них видели те, которые белок узнают. Притом, было разное количество методов, они все замечательны тем, что они знают малое число фрагментов, просто очень дорого и медленно эти эксперименты проводить, и фрагменты обычно короткие. Удивительным образом вот это скорее преимущество, чем недостаток, потому что, если мы нашли короткий фрагмент, который взялся белком, в нем дальше, даже без конкурторной обработки, можно легко найти, собственно, то самое место, которое связал белок. Если последователь была очень длинной, то знание о том, что оно связано белком, он мало чего полезного дал. Где-то на грани 2000-х годов, ну, собственно, большую популярность это народ приобрела в 2005-2006, были придуманы методы по гибридизации, исходные, они тоже транскриптовные, но были быстро адаптированы для анализа декабингового взаимодействия. Вот один метод, который до сих пор активно используется, он, по-своему, довольно забатный, он устроен так, на биологическом микро-ЧПе иммобилизированы все возможные нолинуклеотипы. Заданные длинные, в каком смысле все возможные, конечно, там не все варианты будут довольно дорого, там делается последовательность, в которой минимальное число нолинуклеотипов, длинный N, покрывает все нужные камеры. Опять вам благодарность в том смысле знакомого с анализом лида. Делается минимальный набор таких нолинуклеотитов, дальше используется очищенный белок и антитела с университетной меткой, собственно, в попытке понять, какие ячейки будут светиться, если налить этот белок, либо сам меченый, либо черный тело, если налить его начинку, и дальше выяснить, какие нолинуклеотиты из всего возможного множества обладаются раствором к белоку. Чем эта технология плоха? Ну, во-первых, она уже чистый белок, а во-вторых, все это происходит в банке и никакого отношения к устройству жизни клеток не имеет. Это хорошо для того, чтобы понять, как устроен далекосвязывающий методом конкретного белка. Но это довольно плохо для того, чтобы узнать, где в геноме находится эта связка. Альтернативный вариант уже ближе к жизни это не использовать все возможные органоплеотиды, а взять геномную ДНК, экстрагировать, форминировать ее и дальше гибридизовать на микрочепле, собственно, связанную и не связанную несоциированную ДНК с белоком, смотреть, где какие-то чеки светятся. А разница только в том, что в данном случае используется реальная геномная ДНК и, собственно, она гибридизуется интерчипом. Это уже ближе к жизни, потому что у вас ДНК реальная из клетки, но все еще до диплом, потому что, опять-таки, вспоминаем, мы иногда работали с локариотами, был в период сложным образом вложен геном, многие области недоступны для связанной белка за счет того, что у вас все выполнены, плотно, но для особой эпидера и Хрвати. И то, что вы здесь увидели на светящуюся точку, совершенно не означает, что у вас этот сайт связанная работать на конкретном типе клеток для энергии. Чтобы все это победить, у нас придумано уже как дериватив, примерно в то же самое время, на руке чипов-чип. Чем она замечательна, она объединяет в себе достоинства и прежние достатки предыдущих методов. Собственно, эта процедура, она называется ЧИП, это хоро-иммунопрецепитация аформативная, аформативная иммунопрецепитация устроена в двух словах так. Клетки, в которых в живых клетках в конкретные места генома связаны конкретно регуляторный белок. Обрабатывается агентом, довольно часто комодегидом, который пришивает коварентный белок к ДНК. Дальше фигментируется ДНК, извлекается вместе с белком. И есть два варианта. Эксперимент, собственно, если у вас есть антитело к исследуемому белку, за это антитело вы смываете фрагменты клетка, которые узнавались этим белком в живой клетке, конкретного типа, в конкретных условиях. Ну и есть контроль, один из вариантов контроля, если вы используете антитело к другому белку, специфичные антитела. Ну и дальше, собственно, в классическом варианте используются разный цвет спередицентные метки, в последовательности конкурентный методизуется не только в микроЧПе, и можно по относительной светимости этих метод понять, какая именно точка в микроЧПе, известная какая-то последовательность, узнавалась белком в живой клетке. Таких экспериментов было сделано сотни, если не больше, наверное, уже и тысячи. С ними проблема типичная, связанная с гемортизацией. На микроЧПе, особенно если у вас геном большой, геном человек у вас, например, довольно большой, вам, чтобы покрыть все возможные геномные фрагменты, нужно очень много точек, это просто турбом. Поэтому использовались довольно много промоторные микроЧПы, в которых не весь геном, а только какой-то фрагмент начала подходящих властей. Еще был вариант выстилающих микроЧПов, когда на микроЧП помещались фрагменты с перекрытием. 300 моблиотитов со сдвигом еще 300 моблиотитов со сдвигом на 100, еще 300 моблиотитов. Это довольно дорого, потому что все равно можно покрыть геном, нужно очень много проб, и это сразу ограничивает разрешающую способность. Вот у вас светится точка, это 300 моблиотитов. Как дальше обрабатывать эти данные, мне очень понятно. И, в общем-то, технология для детального анализа не переживается. Данных таких очень много, с ними очень трудно работать, они очень грязные. Дальше еще одна тонкая вещь, о которой на слайдах не сказано. Дело в том, что если вы с гибридизацией немножко знакомы, это вообще слово не пугает, которое вы говорите, но представляете себе, да, что монетарные цепочки на другом разжигается. Дело в том, что обычно при дизайне микрочитов из проб удаляются тотальные повторы. Я вот сходу не готов сказать, почему, это, видимо, как-то связано именно с эффектами гибридизации, но в результате у вас просто нет регионов, которые соответствуют повторному. А факторы транскрипции по разным причинам, например, то, что они любят демеризоваться, они любят связывать повторы, это и в бактериях касается тоже так. И, собственно, вы таких сайтов никогда не увидите, просто потому, что их аналогички нет. И это довольно тоже типичная история, если посмотреть старые данные в 2005 году, то в них очень часто для факторов транскрипции, которые вызывают повторы, просто какие-то измученные мотивы связок получаются, потому что данных, по которым можно было построить, автоматический человек поступает. Кто нас спасет? Ну, я занимался трудными технологиями критиковые, хотя они довольно сильно продвинули, и информатика в том числе, нас спасает сиквенирует. Теперь вместо гидродизации мы сделаем абсолютно ту же самую конструктуру, перешиваем голову в ДНК, фрагментируем, сиквенируем фрагменты, которые были связаны с ДНК, картируем на резервисный геном, который уже сейчас для тех многих моделей доступен, и восстанавливаем профиль покрытия участками конкретного диамена фрагмента, теперь то же самое с большими детальными. Собственно, первое, это не данные сиквеллсет, это не данные в одной клетке, может быть, вы уже слышали, что вторая модная тема это сиквеллсет, дисциплинирование молекулы пришедших в данных клетках, лечим секрет, синология пока не адаптирована, вам нужно много материала, много клеток, белок связывается с вероятным разных клеток, близко, но необязательно в античных местах, вы фактически усоединяете эту картину. Вы фрагментируете ДНК из разных клеток, к ней пришли белок, дальше за антителом этого белков вы извлекаете фрагменты ДНК, которые были связаны белковым, вы сшиваете сшивки обратно и сиквенируете концы. Первый момент, который не надо забывать, что сиквенируете вы не все фрагменты, это типичная ошибка, которую экспериментаторы делают тоже, вы не сиквенируете всю последовательность, весь кусочек, который добавил на принципиатации, а только его могут 5-4 конец. Это важно, потому что, если вы пытаетесь сказать, что у меня есть ритм, у меня есть чтение, и ровно здесь связался белок, это неправда. Белокон связался где угодно, в таком длинном фрагменте, у вас есть только информация о конце. Чтобы этой информацией воспользоваться, вы картируете чтение на огромном масле, на месте, и в идеальной ситуации у вас есть кучка чтения, которая картирована по одной цепи, кучка чтения, которая картирована по другой цепи, ну и где-то вот тут посередине должен был бы связаться белокон. Почему такая красивая картинка редко бывает? Ну, просто потому что сайты связывания, как я уже выше показывал, они довольно часто пластеризуются, и на уровне отдельных чтений, на уровне классических чтений вы видите не отдельные сайты связывания, вы видите конференцию сайтов связывания, сигналы от разных сайтов связываний в разных клетках. Просто тоже полезно это понимать, очень часто эти регионы называются просто сайтов связывания, но это не так. Чаще всего, за редким исключением, есть белки, в которых сайтов связывания не пластеризуются. Но чаще всего это будет конференция от близких, но разных сигналов. Собственно, немножко про фрагментирование ДНК. Фрагментация обычно делается ультразвуком, и каноничная картинка из 1926 года, еще про чип-чип технологию, она выглядит вот так, если просто взять ДНК и ее фрагментировать в идеальных условиях. Синяя кривая – это реальные данные, это не кефит. Очень все красиво и замечательно. К сожалению, в реальной жизни это реальная картинка, которую на соседнем этаже получили. Маша Логаченко, спасибо тебе за картину. Это реально кто-нибудь мягче всех, ультразвук. В общем, если на это смотреть, то тут самая большая фракция, она не в районе 300, она в районе 600, 500 и больше. Кружи, опять, полезно это понимать, потому что алгоритмы, с которыми вы будете работать, они все-таки считают, что жизнь устроена вот так. Но в реальности это не всегда. Про секвенирование. Опять же, вы уже много чего послушали. Вы понимаете, что есть секвенирование с одного конца, и секвенирование с двух концов. И с двух концов обычно лучше. В отличие всех, с двух концов тоже обычно лучше, потому что вы точно знаете в этом случае длину фрагмента ДНК, который вы можете диспетировать. Если у вас есть только один конец, то наступает место эвристики. И есть разные эвристики. Можно просто все фиксированно обрезать. Можно сказать, что здесь у меня целый, здесь у меня пол-риба, здесь четвертый, здесь ноль. Можно присваивать какие-то веса, но в самом правильном случае это все-таки, если у вас есть два конца, все остальное это всегда эвристика, это любая эвристика, когда это доработает ногами. Особенно если у вас распределение ДНК после фрагментации, оно кривое, как я показывал в следующем слайде. Значит, на чипсет, которым сейчас все пользуются, эволюция методов не заканчивается. Есть два других человека, РИ и Бух. Но не только одни, иначе уже появились последователи. По крайней мере, этот вес МЛТ уже здесь, по-моему, третья. Но все равно это ни сотни, ни тысячи экспериментов. А в чипсет это, чтобы вы понимали, масштаб. Ну, тысячи экспериментов точно сделаны. Две тысячи, наверное, уже на человеке наберется. Там во всем гиперам, их, может, уже десятки тысяч. Чип Энзо есть там три или четыре работы всего. Чип Энзо замечательно. Он такой очень остроумный. Начало ровно такое же. Пришивки белка ДНК, иммунопринципитация фрагментов, но затем используется лямбная губляза, которая сжигает последовательности с 5-6 конца. То есть, фактически, белок сидит. Он защищает место от фрагментации, защищает место связывания вот этой губляза. И у вас, на выходе, выключаются такие чудесные последовательности, обгрызенные, где гарантируется, что белок сидел не обгде, а строго от гублязных концов. Что по этой ники, что по этой ники. Это совершенно замечательная вещь. Я не знаю, почему этот протокол не пошел в массы пока. Потому что, ну, не знаю, сколько дорогая вам эта губляция, предлагаю вам самим выяснить, но он совершенно замечательный, потому что вы однозначно знаете уже в чтении, не в последовательности, а в самом чтении, вы очень уверены, что вот ваше чтение с печатления конца это ровно там место, где уголок. И это принципиально улучшает точность. Я в сравнительную картинку еще покажу. Собственно, про то, как анализировать такие данные, чтобы выглядеть все довольно тривиально. Сколько граф вы правили вот этот? Вы вроде знаете, что надо сделать? Получается, ну, примерно так. Первый совет, который меня до глубины души трогает, я опять не буду зачем-то цитату, а просто переведу. Timothy Bailey – это классик науки про анализ мотивов, программа «Меми», тем, кто так занимался. Она там, несконечное число акцитирования, не знаю, десятки тысяч на акцитирование уже. То есть такой жилой классик в Австралии. Замечательная цитата из моего обзора про то, что если у вас редис секвенатора, то вы, пожалуйста, внимательно их картируйте, и особенно любую фразу «Consult the manufacture». Т.е. если вы не понимаете, как работать с Иллюмином, пишите в Иллюмина и вам расскажут. Может быть, у них там такое оставили и принято, но в реальной жизни вряд ли, если вы напишите в порте Иллюмина, когда там что-то не работает, не картируется, вряд ли вы получите никакой отдел. Ну, немножко про науку вспоминаем еще раз, с чего сделаны последовательности. Вот классическая жирная часть, здесь это семейный кусочек, сами фрагменты длиннее, и есть чтения, картируемые на две разные нитки, «Sens» и «Sens». И, собственно, дырка какая-нибудь взяли, дырка в крыльях, конечно, не вы видите, но место, объединенное чтениями между двумя кучками, это то место, которое связывает оку. Если бы это был чемпионзор, то у вас просто все эти риды, они бы побежали к одной такой высокой структуре. Ну, все-таки мы пытаемся работать с чек-секом, и это пример из вашего домашнего задания, как выглядят эти кучки ридов в хорошем случае, если просто посмотреть на них на геноме, это одна нитка и другая нитка. В общем, видно, что они довольно сильно перекрываются, но утром на это место – это и есть какой-то основной сильный сайт «Связанный дух». Собственно, первое задание домашнее, которое у вас будет, это взять картирование, оно уже есть готовое, чтобы вам упростить жизнь, и найти красивый пример, ну, что-то в подобии этого, пика. Вот эти штуки называются пиками. Найти пример случая, когда вы видите кучки ридов, которые очень хорошо живут друг с другом. Собственно, это первый сигнал про то, что здесь действительно связался пиками. Еще взор взгляд на концерт. Это пример того, какие реально пучки это бывают. Но бывает, конечно, вот так и вот так, и это все хорошо. Вот этот случай, где пучки перекрываются заметно, вы уже, я про это уже рассказывал, можете вспомнить, почему это бывает. Если здесь несколько сигналов, если здесь несколько сайтов связывания, то последовательности, которые мы принципиировались, они соответствуют разным близким сайтам, и у вас размывается картина. Ну, вот так тоже бывает, особенно если у вас следует последовательности фрагментации прошла неудача, что вот это такое, я не знаю. Но на этом никто не знает. Примерно. Если взять и не просто картируют риды, а продлить их до последовательности, взяв длину либо реальную, если это двухпинципные чтения, либо ювирический отзенив или выброс, что все фрагменты уже длины триста, можно реконструировать форму покрытия уже не ридами последовательности, вот это вместо важное, не ридами, а исходными фрагментами, которые пришли к замокрецептации, они длиннее рид. То есть, если здесь были риды, то здесь был бы такой двугорбый рид, а там он красивый, одногорбый, и вот ровно серединка. Она была объединенной в картинке чтениями, и она вполне себе богатая и большая, когда бы эти чтения продлили друг на встречу другу. Это два хороших примера, но, опять-таки, в реальной жизни бывает вот так. И здесь сайт-связывания совершенно понять невозможно, и это одна из причин, почему полезны методы анализа последовательности. В довольно длинной последовательности, где мы это три тысячи мегулятивов, вы можете потом сказать, где же там сидел все эти верующие, и вы на настоящий сайт-связывания. Чип-экзо я обещал показать, насколько это лучше. Это драматически лучше. Сьерра — это чип-чип, психология с синтепартизацией. Зеленик — это чип-сек. И, в общем, видно, что чип-сек, чип-чипа лучше, ну, на порядок, здесь даже не видно на этой картинке, где чип-чип кончается. А вот эта красная маленькая фиголка — это чип-пэкзо. То есть по сравнению с чип-сек разница такая же, как переход к варианту с адземпляцией, насколько же драматический эффект дает, как и переход от гибридизации и сиквенирования. И для реального приложения это вообще очень здорово, потому что вы просто сразу можете сказать, где связался белок практически без дополнительного анализа. Вам не нужны сложные модели, статистический анализ наследия, все, ничего не нужно. Вы просто сразу говорите, вот здесь связался белок, и эти товарищи мне прямо даже нашли в таких палках сразу и канонические сайты связаны. Собственно, это все нужно по экспериментам. Какие бывают контроли? Один называется мог IP, я по нему уже пару слов сказал, это если вы берете антитела в чужом белку, или неспецифические антитела, или вообще не берете антитела, и просто смотрите, что у вас может перспектируется, если антитела не было. И второй вариант контроля — это просто голый геномный ДНК. Зачем эти контроли нужны? Ну так, в общих собраниях. Дело в том, что опять-таки, возвращаемся к тому, как устроена регуляция транспорции и его перевод, ДНК упакована. И когда вы фрагментируете реально, не даетесь извлечь из клерки ДНК, подвергаете клерку кризису, и дрону не осуществляете, очевидно, что фракции, которые хуже упакованы, они легче попадают в раствор, чем те, которых дорого на концептный индивидор. И если вы просто сделаете эксперимент без антитела, то вы все равно в МОК-ИП чаще всего увидите какие-то фрагменты. У вас все равно будет какой-то сигнал, и, собственно, попытка делать такой контроль — это попытка вычесть сигнал не специфический. Какие-то белки там связываются, транспирция какая-то там идет, но она мне не интересна, и мне интересует сигнал целевого белка, а то с чайного белка. Про то, как оценить достоверность того, что вы обнаружили в эксперименте. Первая идея — это некое виртуальное значение статозначимости. Вы говорите, у меня контроля нет, но зато у меня есть примерное понимание, как чтения были бы распределены к геному, если бы кто-то случайно разбрасывал. Это может быть, там, бемиальное распределение негативное, может быть, массон. Вы считаете какие-то виртуальные статозначимости, которые приходят из молевой гипотезы? Это чистая статистика. Ну, может быть, вы управляете результатами на множественное тестирование, хотя не все это делают. Это плохой путь. Если у вас нет контроля, то очень тяжело с этим данными работать, хотя первый эксперимент с ЧПСЕКом — они такие, билотные, они иногда были без контроля. По сравнению с контролем. У вас есть либо input delay, либо mock IP. Тогда вы действительно можете оценить аккуратно, в конкретном месте генома, если вы наблюдаете здесь сигнал в эксперименте, есть ли он был контролем. Это, там, не более популярный сейчас путь. Ну, в общем, он всем хорош, кроме того, что есть проблемы с контролем. Я еще про них немножко скажу. Третий путь, который предлагает конструкционный код. Может быть, вы уже про него слышали. Это, там, большая компания, несколько человек, которая занимается массовой установкой экспериментов по транскриптомике, по регуляции, для различных влечных линий, систематически их выкладывает в публичный доступ. Собственно, это большое консульциум, и он говорит, что вообще контроль — это плохо, а нужно просто повторять эксперимент несколько раз и сравнивать между собой реплики. Это тоже хорошо, но это вас не забавляет от эффектов, которые мы могли бы вычесть контроль. То есть идеальная ситуация, если у нас есть и контроль реплики, то мы уже есть не тактичный другой вариант. Угадайте, где контроль и где эксперимент. Ну вот, собственно, один пример, второй пример. Снизу контроль и снизу сантимет. Какие у вас какие-то? И это просто корректирование. Какой это трагмент геномных ремософов? А просто плохо? Ну, как-то, давайте голосовать. Я за то, что сверху контроль. Кто еще? Ты три голоса. Пять голоса шесть. Это что? Ну... Нет. Сверху эксперимент, снизу контроль. Вопрос, конечно, с Бадовым. А пиков, которые людей на предыдущих картонах не было? Ну, они были обратно прикрытыми, потому что если вы смотрите сами на выравнивание, то есть, как правило, у вас с холосома целиком вмещается, так, чтобы они были чего-то различить, и вы смотрите на конец окно, и там все замечательно, сигнал нет. Но все-таки это хороший пример в том смысле, что здесь стилизация видов в эксперименте, она заметно отличается от контроля. Она там по абсолютной амплитуде больше. Но важный момент – это наличие характерных пиков в контроле, и они на самом деле абсолютно не очень большие, но они все равно в очень большом количестве присутствуют. То есть, если вы просто возьмете контрольный эксперимент, в данном случае это импут – это просто ДНК, который экспрагирует на эти ядра, практически отсеклинированный геном. В некотором смысле это просто с маленьким покрытием вы пытаетесь отсеклинировать геном уже известного организма, вы корректируете чтение на этот геном. Задача – не симплинировать. По неизвестным причинам, но на самом деле, поизвестным. Разная эффективность мобилитации, разная эффективность экстракции, разная эффективность PCR-ресимплинирования. Вы видите характерную картинку, которую, по идее, вы видите, вы должны вам гораздо приятнее увидеть вот такой белый шум вдоль всей последовательности, тем более, что в эксперименте вы выполняете состояние геном. К сожалению, это такая реальная жизнь, и вот такого на зоовой технологии никто не видел. Были очень хорошие чистые данные, люди над ними переслись, и там первые несколько датасек, которые были опубликованы, они были гораздо лучше. Но для современных данных это шире реальность, и очень часто вам придется не просто сравнивать с контролем как слепых, какая-то это значит. Вы можете брать контроль только в отдельный датасет, искать совпадающие и несовпадающие сигналы, уже пики, в смысле пиков, то есть куча видов правильно расположенных по цепям, и действительно дальше друг против друга строить и искать каких-то лайков. К сожалению, это придется делать довольно часто. Не всегда. Но если вам контроль сделает вот так, если он сделает как сигнал, то будь к этому готов. Значит, ну некие практические советы, на которые может вам пригодятся, может быть нет. В классическом случае это контроль нормальный контроль, у них полус сигнала нет, у них будет кастеризация видов нет, у них нет, тогда вы просто говорите, что все, что вы наблюдаете в контроле, это шум. Возьмем абсолютный порог на высоту. Куча видов, вот скажем, 10 в контроле, а у меня таких один процент. Значит, это доля должного положительного предсказания, один процент, если я такую же высоту бика возьму, вот сигнал. Это очень глупый метод, но когда контроль равномерно расплатенный, он хорошо работает. Сейчас эти методы находятся нельзя. хотя программа Макс очень популярная, и это единственный метод, в котором ее написано в статье. Новая версия Макса, Макс 2, которая не опубликована, и статьи, про которую вы не найдете, она использует другой контроль, более новый, про то, что пики в контроле все-таки есть, и поэтому нельзя брать общий порог, полногеномный, а нужно смотреть на каждое компетентное место и сравнивать локальный контроль с экспериментом. Макс 2 и он, собственно, не первый, я это придумал, это еще две программы, а сейчас этих программ уже с десяток, но, к сожалению, обе инцы уже не работают. А Макс продолжает развиваться, несмотря на то, что не будет полно. Ну, если совсем уже все плохо, контроля нет, и есть просто довольно старая программа MindPix, которая умеет складывать кучки ридов, просто с толки. Чтобы не делать это самостоятельно, с конструкторами, она это может сделать за вас. И дальше с этими измучками можно работать просто не сразу на этой контроле. Собственно, вторая задача из домашнего задания – это запустить версию Макс 2 на тестовых дахах, они есть на классе, в описании есть и вики, и дальше презентация будет, и оценить, сколько их у вас получится. Для тех, кто считает себя крутым, попробуйте запустить Макс 1 и 2 версии, посмотрите, сколько сходит все результаты. Сходятся они так сильно. Собственно, ровно потому, что первый Макс, он довольно неустойчив к флутуациям в контроле. Как только вы в контроле досыпали чуть-чуть сигналов, у вас тут уже поплыли все значимости. Поэтому в реальной жизни частей флутуации Макс 2 ровно исторически есть какое-то количество датасетов, которые были в первой версии обработаны. Можно с этим конца играться, но там обязательно задание все-таки делаем Макс 2 и посмотрим, что получится. Немножко про то, что показывает чипсеп. В локализации не относящихся к делу белков, включая, особенно мне нравится, целый синусин-комплекс. Это большой довольно комплекс белков, который выключает транскрипцию. Мерный чипсеп был найден как локализованный к сильно транскрибируемым генам. Вдумайтесь, комплекс, который занимается сайлентингом, выключением транскрипции, оказался полокализован с генами, которые сильнее всего транскрибируются. У вас не возникает стационарство? Значит, первый вопрос – а почему, собственно? Может быть, это неправильный комплекс, аннотированный, он вообще не сайлентингом занимается, а наоборот. Мы что-то не знаем. Это первое замечание. Второе замечание, о том, что я уже говорил, к сожалению, укладка, ну или к счастью, генома нуклеосомы, она сильно неравномерная и какие-то фрагменты ДНК экстрагируются легче, чем другие. Кроме того, то, что наоборот нуклеосомы при пульмонентациях, конечно, меньше разрушается. И, в ряде случаев, это тоже довольно свежая статья, было показано, что факторы транскрипции полокализуются нуклеосомами, а в соседней статье, что они избегают нуклеосомы. И это в последние года 3-4 есть просто по 5 статей, каждый из которых утверждает, нет, все-таки локализуется, нет, все-таки избегают. Видимо, это зависит не от фактора транскрипции, а от того, какой был протокол при пульмонентации ДНК, какой использовали саникацию, сколько держали, на какой стадии, и верить этим данным, к сожалению, нельзя. То есть просто такие массовые оногеномные эксперименты, где что-нибудь коррелирует с чем-нибудь, они довольно трудные в смысле репутации. Ну и, наконец, моя любимая история, тоже довольно свежая. Эти ребята, маринов и компания, выкачали данный чипсек из гео, потому что вы знаете, коррелирует чтение, в NCBI, огромный гео, SRS, шорт-реографию, с которого можно выкачать данные для, ну, в общем, 95% крупных экспериментов. Они сделали это для сотен чипсеков и посчитали, как устроен контроль. Они просто посчитали с помощью этой программы и спекли, спастеризовывали ли чтение в контроле. А дальше нарисовались катерплот по одной оси факт-факторе, а по другой оси спастеризованного чтения. Ну и замечательно, что группа журналов дата-сетов, адвокованных с факт-фактором больше 15-ти пяти, ну, там, содержала наибольшую долю чипсеков с хорошей спастеризацией в контроле. Ну, то есть, грубо говоря, чем лучше журнал, тем более данные. У меня есть гипотеза, почему это так. У вас есть какие-нибудь везде? Да. Потому что крупные журналы пропихивают усмом бомбящие истории. И там уже меньше смотрят на сами данные, а больше смотрят на громкие заголовки, а шириной буквами. Ну, плюс еще и одновременность может быть то, что более старое с плохими данными публиковалось раньше или в более крупных журналах? Вот. Мы решили наоборот. На самом деле их гипотезы правильно, а, по-видимому, все устроены так. Первые статьи, когда данных было мало, они довольно хорошие и выгодные. Люди публиковали новый метод, им не нужно было доказывать, что данные хорошие, они правда сильно старались. А последние статьи по чипсекам, особенно те, которые публикуются в Nature Science, это обычная работа по уровню мод, где у вас экспериментов 200 клеточных линий, 100 клеточных линий, 200 факторов разных. И очевидно, что от каждого конкретного братосета просто нет ресурсов, было бы лизвы выбирать параметры. Все это обрабатывается большой стопкой. И экспериментально, видимо, делается тоже конвейерным путем, без аккуратного контроля от качества. Ну и получается такая глупость. Опять-таки история 10 минут до печати. Есть замечательная работа Джуси Кирпале. Я все равно не знаю, это мужчина или женщина. Как-то мне удалось это быстро выяснить. Он занимает себя... Подон. Посмотрите, домашнее задание. Кто это? Занимается вибрацией транскрипции человека и выше. И они сделали серию экспериментов именно в ВИБРО, собственно, в Третке это был чипсек, ВИБРО в пробеже. И наш запятый конкурент Вассерман, который я цитировал, Лайон Белико Сбера, пошел на конференции просто в лоб и спросил, а что это у нас с чипсеками так все плохо? Почему-то что-то у нас мы пытаемся не наработать, что не получается того плохо? На что Чиститые Поля сделал много кирпичок, сказал, что у нас все в порядке. А если вам нужны мотивы связывания, пожалуйста, пользуйтесь ВИБРО ДАНТО и все будет хорошо. И у них типичная статья тоже очень много факторов в одной работе активальных в одной столбе. Собственно, сухая статья все это вот такой. Если вы зачем-то пользуетесь чужими данными из массовых статей, делаете это большой опаской, там очень много будет устраивать. не очевидно, что это просто кривые данные и возможно, что это разного вида экспериментальные не ошибки. У нас есть какие-то особенности. Пайпс, я не знаю, в принципе, правильное слово. Но вот еще одна история про субституционность всех, про эффекты экспериментации. Что сама экспериментация с ультразвуком она тоже неравномерная и торговая. Что показывает чипсех? В скрещу нервов все инспрессируемые районы вытаскиваются вместе даже с комплексом, которые выключают. Достойность хроматин само собой. Особенности технологии подготовки проб, библиотеки, синхронирования. Особенности длинными чтениями картинами, алгоритмами картинами, что делать с чтениями, которые картируются в несколько метгеномов. Или, например, что делать с есть такой strand bias. Вы, наверное, что-то уже картинали табхатом, iBooktime. Если вы загустите режим по умолчанию, вы не можете их попроверить, то у вас выше за чтение в заметный процент будет картирован на примите, от которого будет заметно меньше. Если просто какие-то параметры не подкручивают, запустить флок. Называется strand bias связано с тем, что он просто ищет какое-нибудь первое вхождение и отваливается чуть-чуть дальше. Там есть отдельные параметры, которые можно покрутить, чтобы он так не делал, но для щитика это очень плохо, потому что у вас кучки рядов по плюсам или на цепи оказываются не сбалансированы. Если у вас есть bias по картированию, то у вас на плюсове большая кучка, а на плюсове маленькая. И алгоритм, который ищет в реке, он, конечно, на это спотыкается, потому что как же так? Фрагмент на цепочечный, который исходно был монопрецепитирован, значит, примерно число рядов по минусам процепита должно совпадать. Если это в голове не держать, получается тоже совершенно глупые результаты, просто из-за того, что это особенность рекоментированная. Ну, и, наконец, есть еще непрямое связание, которое не является ошибкой экспериментальной, а именно есть даже метод, который это делает специально, называется пойманной прецепитацией. когда вы за антителок нам только попытается вытащить все остальные, которые с ними взаимодействуют. И для чипсека это сильно мешает жить, потому что вы вытаскиваете какие-то огромные комплексы, где ДМК навесит посредственно через несколько букв. Я разговариваю с людьми, которые занимаются, собственно, анализом того, как происходит фрагментация ДМК, если у тебя есть хорошая группа, как происходит вообще с шифром форумидогидом, и они утверждают почему-то, что на самом деле это все хранило, и комплексы крупные, и белок-белковое взаимодействие мы таким образом не должны видеть. То есть непрямое связывание, как называется по идее, если эксперимент сделан правильно, не должно всплывать в результатах чипсек. Но реально всплывает. Опять в районе небольшая эксклюзия в литературе, которая пока не очень почему-то меня не привела. А половина контасетов остается. Ну и самая классная цитата, я считаю, то, что обогащение в эксперименте чипсек зависит от множества параметров, в том числе от возможностей. Ну и еще вот замечательное, вы уже как статистику немного знаете с транструкторами, на то, что пользователи должны принимать рассмотрение на RDR, и круговый список пиков, то есть последовательности связанных билбек, с которым им комфортно существовать. Вот вам только у нас 10%. Пожалуйста, пользуйтесь им. Ну, в принципе, 25% тоже на чем. Ну, это примерно инструкция по такой конкретной программе, а поскольку значимости разных программ по-разному, то есть 25% для этой программы может быть совершенно другой, для этой программы другой. И никакого способа внятно выбора на самом деле не существует, кроме экспериментальной валидации. Единственный способ сделать повторность и делать независимые эксперименты. Это просто пример того, насколько хорошо могут совпадать или не совпадать данные для хорошозвучных генов. Есть такая троя треяда транскрипции. Это золотая трианда регуляторов пиропатерности в тологовых мерках. И на них, конечно, сделан эксперимент один и те же протоколы. Для УТФО, для СУПСТУ и для намок еще туда-сюда. Хотя в одном случае колбаска может быть связано с форгментацией. А вот для УТФО куда-то пропал цель связан. Куда можно пропасть, если это очень хорошо изучена, стабильная, надежная система, антитела уже хорошие, там изглки хорошо изучены. А бывает гораздо хуже. Это просто другой локус. Это промоутер PNSOX2. И здесь вообще его собственные сайты в одном случае не нашлись. Локус по сайту пропали во втором эксперименте. И совершенно непонятно. Эксперимент кривая, работа кривая. Опять-таки это не слишком хорошую точную систему. Мы надеялись, что в этом случае все будет совпадать довольно прилично. Но что с этим делать дальше, не очень понятно. Правила выжимания. Опять-таки я надеюсь, что они вам не понадобятся в домашней работе. Но если вы будете с этими данными работать, то первое, смотрите на сырые данные. Смотрите, как пластеризуются виды, можете ли вы вообще увидеть нормальный вид его эксперименте. смотрите на реплики, если есть. Не бойтесь использовать методы голосования, если вам нужен маленький набор, но очень хорошо валидированных видов. Если вас интересует не все множество, вам нужна какая-то небольшая выборка, чтобы сказать, что эти гены точно. Возьмите разные программы результаты. Попытайтесь понять смысл гены, которые связаны реабилитарными глаголами. Имеют ли они смысл? Приведите джинатологический анализ, транскриптов, если у вас есть, смотрите, экспрессируются литики. Ну и попробуйте другие источники данных. Техническая вещь. Вопрос сколько генов в случае всех. Вещи очень сложные. Транскриптов тоже более-менее понятно, у вас известен для каждого типа клеток, хотя бы примерно количество транскриптов, которые будут инферсировать. И вы можете прикинуть, сколько вам нужно литров, чтобы эти транскрипты поднять. с чипсеком все плохо. Есть большие регуляторы, есть маленькие регуляторы, вы заранее не знаете вообще, в скольких местах. и информация недоступна. Априорно даже люди, которые скрыли в каком-то работают, они вам это никогда не скажут. И, собственно, тут число чтений, тут доля неких хорошо определенных пиков. в общем, видно, что кардиар 1 процент, это некий просто увеличивание с контролем, насколько обогащен региона. В общем-то, видно, что с ростом покрытия есть некий потолок, есть потолок. В какой-то момент можно дознать уже все, что есть в нем. Но, опять-таки, это модель эксперимента, 2008 год, это одна из первых статьи про чипсеки. В реальности вам для человека можно потребовать законченное чтение, а для кого-то – другое. Единственный практический способ – это сделать какой-нибудь эксперимент, дальше снифлировать чтение и пытаться понять, насколько устойчиво получается у вас уже пикбольное выбирание пользователей. Про то, что показывает инфек в среднем? мы надеялись, мы занимаемся регуляцией конскрипцией, надеялись, что большинство факторов связывается ну, вот тут или хотя бы вот тут. Конечно, эффективная область, она все-таки очень часто является частью промоутера, так что это скорее вопрос атомтации. Вот вот слайс, ну, который составляет 25-30, это то место, которое нам интересно кировки. Еще интересные эндороды, в меньшей степени межгенные районы там могут быть смыхать. Но, опять-таки, проблема в том, что 50% сигнала вы находите в межгенных районах. И что с этим делать, не очень понятно, как вкупу ген у вас тут, а межгенный район огромный, и, как я уже говорил в начале, где находится реабилитационная отрасль этого гена, там могут быть сотен килогритинов, тысяча килогритинов, тысяча килогритинов, вы заранее не знаете. Поэтому, на самом деле, что дальше делать с такой аннотацией, есть разные идеи, какие еще источники данных другие привлекать. Для нас недоступность методистроновые, чипсинки на другие факторы, то есть, в принципе, можно пытаться указать, что происходит в этих частях слайса, но первая аннотация, которую всегда делают, это просто посмотреть, а вот в рахотах, какие гены, промоутеры каких генов связаны конкретно изучаемые гены. Две принципиальных мысли. Что показывают чипсинки? Во-первых, мы гены мишей. Вы просто видите связывание белка, вы промоутрите какого-то гена. Это не означает, что это функционально. Это не означает, что этот ген регулируется, это не означает, что этот ген включается или выключается, он там может просто сидеть. Ну и наконец, не сайты связывания, потому что регион чипсека это сотни нуклеотидов. А сайты связывания, ну я это еще не показал, но десятки нуклеотидов. Десятки нуклеотидов. Десять патентов, двадцать патентов. Мало десяток. Меньше десять нуклеотидов. То есть, ну на порядок, или даже на два порядка, если это длинные пики, вам не хватает разрешения. То есть, если кто-то говорит, что вот, мы с помощью чипсека определили генов решения, это неправда, это лупавство. Невозможно чипсеком определить генов решения. Можно определить, где связывается белок в районе генов. Они не обязательно регулируют, но хотя, то есть база данных, которая себя обрисценирует, как база данных генов решений, по результатам чипсек эксперимента. Эта база совершенно не бесполезная, она все равно говорит какую-то биологию из ваших данных разберяющих. Если у вас есть список генов, можно посмотреть, какие вообще факторы трансрипции, эти гены мультипулировать, связывать с промозками. Но называть это однозначно геновыми решениями просто не грамотно. Опять-таки, если у вас эти данные будете работать, держите это в голове, это важное, полезное знание. Замечательный человек, Джордж Бокс, британский ученыш, характерный, связанной памятью, он занимался статистикой, в том числе, он очень близкий человек, который информативно занимался. Замечательная цитата, о том, что модели все неправильные, но некоторые полезные. Собственно, какие полезные программы, полезные модели есть для поиска их? Брови заряжаться в квартиру, вы из этого уже что-нибудь знаете, таблетом вы много пользовались, Genome View я рекомендую для домашней работы, потому что просто запускается дистанция звуна. Есть у Юджин от новосибирских коллег, и он для просмотра тоже, в общем, для чего. Для поиска пиков. Макс – это, ну, не золотой стандарт, но близко к тому. Очень хорошая программа, которая отношена тем, что она развивается. Еще полезный FinePix, который просто складывает в кучки. Это иногда само по себе полезные в своей кучке. А CIS, РЦЖНО, вот уже старая программа, они, наверное, сильно повторяли, но тут с РЦЖНО есть графический интерфейс, где люди немножко крикать, может быть, подойдет. Тем, кто умеет LAR, есть PIX, SPP, то есть, в общем, программ очень много, тем, кто хочет всех посмотреть, есть научательный сайт Оргентом Кумус Пути, на котором есть листинг, я не знаю, 30 или 40, еще есть хороший обзор по тому, как вообще, чем можно доставать PIX, но по умолчанию с 90%, спасибо, с 30 макс, и это неплохо. Программа хорошая. Со своими особенностями он хорошая. Цитата из довольно скандального, но известного биолога, который ведет блок на Тудло, Дэн Граун, а блок называется Джордж Старли. Он очень такой злой дядь, редкий, и не со всеми его высказываниями я согласен, но блокирует это замечательный совершенно как правило о том, что функции регионов, которые связываются белками, если считать, что это всего enhanced, их слишком много, и мы вообще не понимаем белки, которые связаны с этими регионами, они вообще не представляют, или просто там висят. Это такое очень протекаемое предложение, которое было в последней статье в Encode, забавно, что в предыдущей статье, это пару лет назад, это вот 2014 года, цитата, а пару лет назад они, наоборот, все поняли при регуляции, мы знаем, где блоки связываются, и сейчас все будет понятно, и мы уже на пути к световому будущему. Замечательный перевод от Дэнограмма о том, что не всякая кусок жевательной резинки перед подошкой является функциональным. Ну и более того, функция вашей подошки это не для того, чтобы не прилипала жвачка, а, наверное, для чего-то еще. Вот, опять, конечно, это очень зло, но, к сожалению, данных, в том числе от проекта Encode, очень много, но, как мы уже теперь знаем, они показывают очень много разных эффектов, и далеко не всегда это прямое связывание белка с Дэнк. Собственно, мы к второй части подходим, про то, зачем вообще нам точное знание о блокализации белка. Я вам, например, вначале показал, а этот пример такой более жизненный. У вас есть варианты, в частности, вы же лекцию про раковую геномику слышали уже, слушали. У вас есть варианты геномные, которые как-то ассоциированы с воздействием каких-то заболеваний, и они находятся не в белокодирующей части, они не влияют на белок, они влияют, возможно, как-то на регуляцию экспрессии, на регуляцию активность этого белка. Как они могут влиять? Если они в промотленной области, то, возможно, они попадаются в сайты связанных фактированных транскрипций, и если взять еще чипсек, так сказать, компьютерные и данные доступности, то можно сказать, какие из этих вариаций на самом деле функциональны. И это не так плохо, но для того, чтобы сопоставить уже конкретное место в конкретном нубляте регуляторных событий, вам нужно уметь находить места связанных блоков ДМК. Чипсек, это, напомню, сотни публиотитов влево-вправо, а вам нужно разрешение с точки до одного публиотита. Ну, такая, управляющая контента, потому что вот этот белок, а вы бы хотели узнать, где он сидит, и разобраться в схеме шестеренок, и каждый шестеренок как фактор транспорции. Собственно, наука информатическая, которая здесь зависит, я уже про нее сказал, это анализ последовательности. Если есть определенный набор последовательностей, которые знали белок, в том числе, может быть, эти последовательности пришли из эксперимента, то было бы приятно научиться делать то, что называется Motive Discovery, поиск, идентификацию мотивы, построение какой-то модели, которая бы описывала, а как белок взаимодействует с какой именно последовательностью в другий момент. Для решения этой задачи в 88-м и 99-м году была притурна с статистическими физиками Бергаму Хиппелем, замечательная модель, которую вы все знаете, наверное, кто не знает, я просто не скажу, в том, что у вас есть исходное выравнивание, вы не просто считаете буковки, как получить выравнивание, это отдельная задача, которая, собственно, решается в Motive Discovery, поиском моделей. Вы считаете буковки, дальше эти буковки в ритмическом образовании приводите в веса, которые можно складывать, и в такой простой модель, у которой всего 4 умноженных видов параков, вы описываете некий шаблон, текстовый белок заимодействие с ДНК. Эта штука работает не только для сайтов связывания факторов транскрипции, но и для сайтов сплайс, и для некоторых ДНК, связывающих буков, и, в принципе, для белкового алфавита она работает для некоторых буковых логометов, Ну, про это я рассказываю. А те модели хороши, в общем, вырастали, и, собственно, Беркель и фон Хиппер не зря были эстетическими физиками, они указали, что такое простое преобразование на самом деле имеет прямое отношение к энергии в энергетическом области модели. То есть за вот такой простой модель на самом деле есть не очень сложная биофизика. Это тоже неплохо, это не абстрактные численки, они в какой-то отношении не дождины. Ну, там более крупно, опять-таки, тем, кто не знаком с идеей на матрице, в которой большие чиселки соответствуют хорошим мутам, маленькие отрицательные чиселки соответствуют плохим мутам, и оценка для конкретного слова получается просто суммирование элементов матрицы. Чем больше оценка, тем лучше это место с точки зрения вот такого шамбота для белкового узнавания. Отдельный вопрос, как эти оценки нормировать, что такое 4.8 много или мало. Но опять сегодня я не буду про это рассказывать. Есть два процесса комплиментарных. Один называется multi-discover, другой multi-finding. Первый – это попытка построить модель по исходным последовательствам. Второй – попытка эту модель, которую кто-то построил или вы построили, приложить к последовательствам и выяснить, а где же, собственно, вхождение этой модели в последовательных действиях. Программа, которые делают вот это, строят модель и его набор услуг. Здесь все перечислены. В 2007 году был обзор последний, который пытался их собрать все, и тогда их было 107 штук, лег у того, или 150. Сейчас их уже сотни, и 97,5% из них не работают. То есть просто автор публикует какую-то программу, эта задача, она очень такая, как сказать, привлекательная для программиста. Она кажется хорошо формализованной, вот у вас есть последовательности, а надо в них найти какие-то общие слова. Кажется, что программист, он это так здорово, а давайте он это поиграем, и все в это играют. в 95,5% в семи случаев не успешно. Все программы мертвые, собственно, программы меми, которые здесь только упомянуты, где там там есть, она прекрасна не тем, что она очень хорошая, а тем, что ее авторы поддерживают, и они сильно напрямились, что у нее работал. Вот вывод хорошо, что она красивые графики рисовала, то есть она хороша не как колболитов, не как концепция, а как программа. Собственно, Макс прекрасно работал тем же. И в лобби-информатике, потому что вы уже это помните, вы очень часто будете видать программу не самую умную, а ту, которая тоже пользуется. Такая вполне интеллектарная, аналогичная. А что там за кипсэмплер? Там кипсэмплер был, это уже совершенно отличная программа кипсэмплер. А, это прям программа статематология? Да. Программа кипсэмплер. Программа меми крутиться для больших данных не надо. Здесь собрано меми, длиннагота супермарина. Программа называется собственное меми. Название удачное, но не надо ее указывать для больших данных. Мы же сами авторы согласились, сделали отдельную версию меми для... больших данных. Тысячи последовательностей длиной тысячи в пять. Нет, вы можете собрать меми, она вас там через трое суток, может быть, что-нибудь скажет. Просто... Она с ней хорошо работает, но именно на маленьких натосеках. Собственно, про то, как устроены сайты связывания в кипсэмплер. Первая мысль. Если нарисовать просто этот ноль, а это число последовательностей с сайтами в этой позиции, то в районе нуля, в районе вершины пика у вас много сайтов, а в ближайшее крайнем меньше. Это тривиальное утверждение. Если это так, то у вас все прошло так. Если это не так, с данными все плохо, и надо возвращаться уже раньше. Ну, это то есть такой способ сделать сэмити-чек для ваших данных. Если у вас есть мотив связывания, то вы берете последовательности из чек-сека, делаете не дескавери. Это важно. Вы не строите модель, а вы готовую модель, которую еще до этого построили там, пытаетесь переложить и смотреть, где находится сайт связывания. Вообще большинство программ для обработки чек-сека делают одновременно, и то, и другое, и дескавери и файдинг. Логично, что это все в комплекте. Одно это построение модели, а другое – использование модели. То, что у нас программы делают то и другое, не значит, что эти процессы симметричны. Вторая замечательная картинка. Если просто отложить мне лучше оценку слова, вот по оси Y, а здесь ассорцировать пики по их франшированию, взять какой-нибудь либо по высоте, либо по значимости, то чем менее значим пик, тем хуже у него будет соответствия. вот тут есть хорошие тренды, есть похуже тренды. При этом замечательно, что в очень хороших пиках, у которых рамка близок к нулю, то есть которые самые высокие, у них все равно бывают очень слабые сайты. Собственно, почему они здесь есть? Может быть, модели для сайтов связан, они не до конца отражают взаимодействие к ЛКС-НК. Но, опять-таки, это проверка на разумность и не течет, насколько ваши данные вообще противовторазумны. Еще одно соображение, что если просто штуки посчитать, которые вы предсказываете, это просто штуки, а это опять ранги пиков, то в последовательности, которые самые значимые, в пиках, которые самые высокие, сайтов много, а в тех, которые пониже, сайтов мало. Тоже тривиальная вещь. Если вы видите много, очень большие кучки, там много белка связалось. Скорее всего, неоднократно. И многокраспетация шла за разные долги, за разные экземпляры белка, за разные монеты, которые на этом участке сидели. Опять-таки, это пока не биология, просто способ проверить, насколько ваши данные хорошо. Ну, и наконец, менее тривиальная вещь. Это для дрозуфов, и для несколько разных факторов транскриции. Слоев, каудов, кончугартов, регуляции на раннем развитии довольно хорошо изученные. Если это небольшой регион, и нарисовать статозначимость кластеров связывания против пинков, чем всех. Как ее считать, тоже отдельная история. В общем, не всегда, но, по крайней мере, в розовых регионах статозначимости кластеров хорошо коррелируется, не идеально, прилично коррелируется с очень всех пиками. Это, собственно, иллюстрация двух вещей. Первое, что то, что вы видите в недоинказодоступных районах, вот они предсказали. И это, скорее всего, все ерунда. Потому что там белок связаться не может физически. Там все замплотано, и упаковано уже. И его туда просто не подвезти. Второе сражение, что сигнал, который вы видите в чипсеке, он вызван не отдельными сайтами, а он вызван именно кластерами. И это тоже полезно принимать, и это тоже во многих случаях впускается. Отдельная история при этом рассказывает, зачем нужны кластеры, почему сайтов можно вновь, чтобы активировать другой-то ген. Есть разные идеи о том, что это обеспечивает такой градурированный ответ, что может 1-кобинтерка связаться с 2-кобинтерка связаться с 3-кобинтерка связаться с 3-кобинтерка связаться с 3-кобинтерка. И у вас плавная регуляция количества продукта и гена в зависимости от наличия регулятора заработанного количества. Но, тем не менее, полезно понимать, что в жизни описать себя точку. Ну, наконец, чего вам может пригодиться программа для поисков мотивов и для нотик-иска и мотив-файлов, коллекции известных мотивов, в зависимости от того, с каким видом вы работаете, вы хотите вероятно сравнить то, что у вас получилось, а вдруг ваш фактор транскрипции связывает какой-нибудь известный мотив, который уже принадлежит какому-то семейству. Или найти партнеры белковые, которые с вашим целевым регулятором взаимодействуют. Ну, и есть еще всякие продвигательные методы анализа, в том числе наша программа о чекманке и дичекманке о том, как делать модель мотивов с учетом информации о распределении видов информативной последовательности. Третье задание, собственно, это взять пике, который вы сделаете, программу Max, экстрагировать последовательности соответствующие регионам, и изучить локализацию мотивов, которые вы найдете в пипах. Но это созвездно тоже критативное задание, потребует какого-то минимального программирования, нужно будет текстовый фрагмент собрать, это не очень сложно, но, возможно, по-моему, это будет. Дополнительное чтение. Опять, сейчас вам раскомиссу не пригодится, но, если вы будете работать с такими данными, то я всем рекламировал обзор Елизаветы Эмельбаркса. Уже устаревший программа, в нем написаны почти все сдохли ножички, потому что про технологию рассказывают и так мягко написано. Эти ссылки? Да, эти ссылки не критикабельные, можно скачать презентацию из ВИК и ее там посмотреть в управлении. Тем, кто очень винилый, вы можете просто ваши данные обработать в небуле. Есть еще две другие сборки Galaxy, которые считаются в интернете есть сервисы строк, которые все считают. И еще в Юджине, в Новосибирске тоже с некоторых пор есть workflow для анализов чипсеков. Я не уверен, что будет это проще, чем запустить программы на учебную пластику. я не обещаю, что это будет проще, но вы можете попробовать. Такая цитата про такие платежи информатики, про то, что алгоритмы двигаются быстрее, чем тестируют алгоритмы. Но это же весело писать новые инструменты, а тестируют старые и чужие неохота. Я помню, что правда ли написали там 150 программ, но уже ни одна не работает. Но, к сожалению, когда делал до реального анализа, то хочется понять, чипсеки не будут пользоваться. одна из причин почему Meme и почему Max я уже про это говорил не такими популярными, а потому что они поддерживаются и разбираются. Потому что наши программы, которые есть на чипмак и на программы по аннотации замена для тебя, мы их стараемся поддерживать и больше. Мы стараемся. Первое вопрос за это получается. Pro Omic Tools, который скриншон со страницы, там очень много уже программ для Big Detection. Но вот CIS Genome. Сегодня у нас 14 года. Три года он не обновлялся. Одно из рекал сайта уже упало, не работает. У Windows версии выпало, указан предыдущий номер релиза. И современный формат выравнований, вы уже знаете, вам формат и сам формат. не поддерживаются, поддерживаются только беды. Как этим пользоваться непонятно. 5Pix, программа, которую я очень любил, которая просто глупо сказал в этих бичкерах, она тоже упала. Вики не работает, документация пропала. И по-моему, и автор вообще Ad Refugees, кажется, из канала, он вообще бросил информатику или там другой тематикой занимается. А был очень хороший проект. Он не только в FileMix, там было много полезных утигренов для конвертации форматов, файл, всякие сортировки и прочего. Но все круто. Программа Syser тоже довольно разумная. Она одна из первых придумала смотреть кучу лидов по двум цепям разделе. Что можно на минусы, на плюсы, и между ними где-то есть сайт. Но вот с 2007 года, то есть 6 лет, он уже не обновлялся. Я не знаю, работает вообще не. Может уже не работает. Ну, из всех инструментов, которые вот Input, конструкцию он использует или планирует использовать в нормальном состоянии, которое можно просто скачать и запустить. Находится только Max. Альтернативный инструмент, видимо, у них в ходе работы, он растет, где работает, гораздо больше усиления. в том числе. Собственно, содержательно сейчас на этом все. Не может быть продамаженную работу. Везде я люблю делать анализ на полных данных. у вас есть на сервере тестовый чпс для одного конструкции. Но для того, чтобы ответы в форме написать, там есть ссылка на Google форум, на ниге. Пожалуйста, выясните свой номер хромосомы. Свое считается вот так. Вы берете фамилию, складываете минералов и делите по модулю на 22. Собственно, чтобы не заботы изучить пример для малиформины, это будет хромосома, которую вы будете использовать для радости. Ну, чтобы у вас не совпадали, Валера. Простите. Еще раз. Мы складываем минералов фамилии. Да. Потом делим на 22. Да. И остаток деления плюс 1 это бывает хромосома. Ага. Тем, кто не нравится. Пишите, я помогу. Так. Круглять вверх или вниз? Как это округлять? Это остаток деления. Остаток деления. Ну, трудно говорить. Вниз, конечно, вниз. Значит, про то, где данные. Данные уже все на властеле есть. Кроме того, сначала найдется диск. Но, скорее всего, если вы только у себя даром не будете считать, вам этот звук не приходится. Значит, Макс там тоже уже есть. Программы тоже уже есть. И геном тоже уже есть. Но если вдруг, зачем, решить все сделать сами, то программы качаются с интернета с официальных сайтов, как и Макс, и Александр Сочекмас. Геном качается отсюда, ну, и вам все надоест, и вы поедете не будет. Скорее всего, не было прикомпания, потому что у вас много, а она одна. Но, опять-таки, наши французские коллеги сделали сервис. Он, в общем-то, черновой водой не приходит. Так. Значит, первое задание. Напоминаю, ваша задача найти красивый пример, глупости клиентов. Просто, чтобы вы научились найти давным осмотрим глазами. Сделать это просто просматриваю грампу не так тяжело. Потому что оно большое, атомосома длинное, и кучки там впутаны. Поэтому, самый простой вариант, это сначала сделать поиск клиентов с помощью Макса. Потом взять какой-нибудь клик большой, который там в шапке, у которого хорошая статозначенность, и уже на него, по его координатам, смотреть глаза. Это чиперство, но оно вспоминает вопрос. А что еще? Ну, это просто протокол, как вам обрабатывать последовательности, довольно подробный. Я надеюсь, что вам поможет. Но если что-то будет не получаться, пишите сразу. Значит, второе задание. Тоже здесь есть все командные стройки, чтобы вам было легче. Это запустить первый, второй Макс на тестовые данные и просто проследить за тем, чтобы вы свои результаты в последовательном запуске не затерли. Тем, кто любит смотреть глазками, можно посмотреть на результат строения модели, который генерирует Макс. Он строит модель для распределения видов под ручками по обратной прямой цепи. Можно просто вот этот R-файл превратить в BDE и посмотреть глазками. Там красивые, разные картинки, иногда не очень. Если вы будете со мной хромосомом это делать, у вас будет картинка не очень красивая, особенно если у вас короткая хромосома попадется, просто статистики не хватит. Ну, опять-таки попробуйте. Ну, наконец, пересеките результаты Макс 1 и 2 и подумайте. Внимание, результаты работы Макс, они называются XLS, но спрашивайте почему. Это не Excel-файлы, это обычный текстовый файл, которого можно поотрезать все лишнее и сделать из другого без файла. С регионами, вы просто посмотрите в текстовый этап или вам все будет понятно. Значит, третье задание это поиск мотивов. Опять-таки, здесь все довольно просто. Единственное, что проще будет засунуть все это в интерфейс, чтобы узнать, а что же за мотив у вас получился, какому он будет соответствовать и выполнить ответ вопрос, для какого фактора в транспекции будет сделан чипсек, который вы организовываете. Но чтобы все было честно, это будет неточный ответ, но он близки к фравде. Если у вас все получится, я попробовал на 22-й самой маленькой форме и мне хватило статистики, чтобы получить правильный ответ, поэтому я надеюсь, что всем сторонам тоже хватит. Про форматы файлов, если вы чего-то не помните, очень хорошая, подробная инструкция есть на сайте университета Санта-Крус с описанием чуть-чуть соответствует какие-то оптологии, какие-то данные. Я ее продемонстрирую вообще в принципе нам пригодится. Ну, и формат, который вам точно нужен это мет, и, в общем-то, все. Но если вы захотите посмотреть еще на реконструированные триппайлапс уже не в ридах, а в последовательности, уже риды продленные до тринд-фрагментов, то, может быть, вам понадобится игру и педграф. Они здоровые, с ними работать уже сложно, и не очень рассчитывают, что кто-то будет с этим развлекаться. Для чего еще можно использовать чипси? На самом деле для всего. Например, археи, с ними вообще тяжело работать, но замечательная акцентка Биллбанкс, она не только обзоры биллбанкс, она еще адаптировала чипсиет для работы с инфеевым. По-моему, это была первая работа вообще с полногеномным поиском связывания конструкционных регуляторов в археи. Но вот есть еще замечательная работа лаборатории Галлова, согласовывает статья, по-моему, первый автор опустеница этого факультета. они сделали какое-то бешеное количество чипсиков для игровой палочки. Еще одна красивая история, она красивая концептуальна. Называется Anel Specific Chipsic. И при этом следующее. Вот вы картируете чтение. В чтениях бывают замены относительно референсного генома. Это нормально. У вас клетки, которые вы исследуете, имеют право отличаться от сборки Human Genome 37. Но забавно Скажем, вы можете сказать, что если отцовские и мультиментские аллели разные, вы можете сказать, что эта форма неудачная, она не меняет связок на ДЛК, делок отваривается. Если будет обе, сера будет гомозимотная, то наступит какая-то локальная дерегуляция. И это очень такая новая, на самом деле, идея. Здесь не очень много работ. Но сама концепция очень красивая. Вы готовы к существующей данным, потому что вы можете любой эксперимент чужой взять и просто внимательно считать статистику по ритмам, понять регуляторную роль в конкретной репутации. Это такая классная штука именно на концептуаре. Ну и еще много чего можно использовать чипсет. Еще есть всякая генетика, экспортовые метки, можно полимерацию ее, собственно, субчастицы и компактор ловить за чипсет. Это длинная история. И глядя, и глядя, и все остальные длинные. Мне можно что-то расскажет о следующих метрах. Конец. Можно вопросы? У меня вопросы, которые я уже задавала, и я думаю, может быть, сейчас с вами, наверное, мы начали не помочь про это. Давайте мы уже отошли от формата факторов, или от факторов как единицы, да, регуляции. Мы говорим о комплексах факторов. Вопрос заключается в том, что смогут требовать кто-нибудь, в общем, сколько всего кто-то подумывается, о реорганизации комплекса. Потому что если комп, если в системе не хватает какого-то комплекса, то комп не хватает какого-то регулятора, то комплекса собирается по новым, и двигается по новым. То есть вся регуляция идет не на уровне концентрации какого-то одного фактора, а на уровне отношений, концентрации у всех. Мысль — это она вполне имеет права на жизнь, и ее там не открыть стоящие люди, поскольку... Здравствуйте. Хорошо, права не развития, но вы думаете. Добрый вечер. А мы занимаемся... Ну, заканчивайте. Собственно, проблема вот такая. Эту мысль нужно как-то очень легко проверять. Как ее проверять? Например, делать нокауты, чтобы белка не было совсем. И смотреть, что происходит. Значит, первое, что происходит... Совсем свежая статья у меня нужна в ссылках. Ну, как? Тут 30 год. Люди сделали нокаутную мышку, сделали нечем все до и после. И логично было бы что, что до нокаута все хорошо, а после нокаута сигнала нет. Так вот, нет. После нокаута сигнал навалом. То есть белка в клетке нет, который у них все есть, а откуда этот сигнал понять невозможно. А эти дела нормальные. Ну, тут они как бы очень старались все это сделать аккуратно. И дальше, как бы, а вопрос. Ну, вот то, что показывают подноминомные методы вообще... На уровне конкретного гена, окей, мы можем проверить несколько сайтов связанных на другой эксперимент. А все корреляции какие-нибудь такие большие, то это просто непонятная корреляция ничего с чем. В этом смысле вот люди, которые делают всякие хайси, анализ трехмерной структуры хроматина, казалось бы... Я даже домотаю... Я перемотаю... Домотаю про слайд. Собственно, казалось бы, если мы умеем трехмерную структуру изучать, а про это или рассказывал, или не будет рассказывать, кажется, Катя Томеева, то было бы здорово посмотреть, а правда ли участки, которые мы видим на чипселе, они контактируют с участками... Показывается... Эдхатера и с промотров. Правда ли там есть петли? Для некоторых случаев действительно показано, что такие есть. Есть инструментальные методы изучения Эдхатера, которые просто уложат коррорализованные куски ДНК, и вот в том числе какая сила это помогает. Но беда в том, что для конкретного гена все в порядке, можно посмотреть на данные, на виды, на... Как только мы делаем большие кривляции, то либо все скреплено совсем, либо ничего не скреплено ничьи чем. И там еще беда в том, что разрешение методов принципиально разное. Я понимаю, Hi-C и всякие на него похожие. Это тысячи, десятки тысяч, по основаниям чипсека, сотни все-таки. То есть еще разные важные события. И я не знаю хороших пробок на эту тему. А для суда потребуют средные работы, все очень нравится. Сложно смотреть. Ну да. То есть просто средные работы очень аккуратно, а на них набрасываются обычно системные биологи, биоинформатики в стиле одно. А теперь мы же классно статистику знаем, да? Сейчас все посчитаем, поправим на наши тестирования и все поймем. Но, к сожалению, вот так, не наушники, но давайте заканчиваем так раз. Будьте осторожны в интерпретации больших факторов и не лениться на рекламу. В этом ваша ценность как экспертов, как людей, которые пытаются, надеюсь, разберутся в детали всех технологий. Поэтому нельзя это получить в вашу мент. Экспертное знание – это сильно. Всем спасибо. Спасибо.